хотят предварительно какую-то информацию получить в виде текста, мессенджер, чтобы понимать, о чем мы говорим, а потом уже говорить по телефону. Поэтому изучали мы с Викой. Вика мне, честно скажу, давно говорила о том, что надо переписываться с людьми, не нужно им звонить, особенно холодным, холодные – это те, которых вы, в принципе, не знаете. Я был всегда сторонником того, чтобы все-таки человекам звонить, то есть ты человеку звонишь, общаясь, это норма. И меня, честно скажу, подбешивало, когда люди переписываются, но созвониться мы не можем. Я думаю, у вас тоже бывало, когда вы с человеком переписываетесь, и вы ему говорите, напишите свой номер телефона, я вам перезвоню. И человек не пишет, он пропадает на этом этапе. Очень много бывает, я смотрел видеоролики по скриптам, и там разные бизнесы рассказывают, и очень часто люди теряют клиентов. Допустим, у вас там салон красоты, и человек пишет вам поддержку, или где-то в Инстаграме, или где-то на ваш сайт, какую-то процедуру для волос, и ему менеджер отвечает, звоните по такому-то номеру. И все, человек пропадает. То есть, в принципе, если бы он ему ответил, то, скорее всего, он бы его записал на этот самый, на процедуру, да, но он как бы не ответил. Таким образом, мы теряем какую-то часть людей. То же самое наше. Говорить только по телефону, мы просто будем себя терять от большого количества потенциальных наших партнеров, клиентов. Поэтому нам нужно уметь и то, и то делать. То есть, и созваниваться, и переписываться правильно. И, в принципе, если это сделать разумно, то мы сможем этому научить наших партнеров. Есть определенные принципы, да. Что касается шаблонов, да. Шаблоны у нас есть. У нас есть даже в нашей брошюрке, когда мы стартуем, у нас есть шаблоны разговоров, да, как человека пригласить на встречу. Они, на самом деле, очень такие простые и, в принципе, эффективные, да. Но тут нужно понимать, что люди абсолютно... Да, и каждому человеку должен быть свой подход. Есть люди, которые не сторонники шаблонов. И вот, допустим, Ксюша, да, которая только что говорила, я помню, как раньше она прям очень боялась звонить незнакомому человеку, и мы с ней эти шаблоны писали, скрипты так называемые, да. Мы под нее писали, она там их переделывала, она практиковала. То сейчас вот для нее намного проще позвонить незнакомому человеку, даже без листика, без шпаргалки, без скрипта. Она нормально с человеком говорит, она знает, что сказать. Понятно, что это приходит с практикой. Но большинство людей, которые стартуют в нашем бизнесе, они все-таки не имеют опыта никакого, да. Поэтому им нужно от чего-то отталкиваться. Поэтому скрипт звонка или же шаблон звонка, он нужен, ну, как минимум, чтобы вы себя чувствовали уверенно и чтобы вы понимали, что на каком-то этапе вы должны там предложить вот это, вот это, вот это. О чем я говорю, да. У нас есть скрипты. Я в чат это сброшу. Мы как-то в чат-марафонах сбрасывались, Гриша, помнишь? Скрипты там для трех популярных групп из нашего списка, да, людей. Вот эти скрипты, они универсальны, и их под себя можно направлять. Что из таких, ну, последних вещей, которые мы, допустим, раньше догадывались, но я недавно получил подтверждение в очередной раз, что когда ты звонишь человеку, ну, например, да, звонишь человеку, говоришь там, тебе удобно говорить? Ну, вот как-то это уже настолько заезжено стало, что люди в основном, если это холодные, да, если это незнакомые, они спрашивают, а по какому бы вопросу? Ну, а о чем вы? Если ты говоришь, ну, я там по бизнесу, там, у меня предложение к вам есть, человек 90% что-то скажет, нет, мне неудобно. Да, и потом, когда он говорит, перезвоните, вы перезваниваете, вы, когда уже второй, третий раз перезвоните, вы уже становитесь навязчивым, и, как правило, это вас ставит такую не очень комфортную ситуацию. Плюс люди уже меньше ценят. Поэтому я сторонник того, чтобы все-таки убрать эту фразу, удобно ли говорить, потому что если человек, ему неудобно, он, в принципе, не возьмет трубку. Или же он возьмет трубку, скажет, я перезвоню. Поэтому есть очень много исследований в этом плане, да, и люди, которые перестают говорить, вот удобно ли вам говорить, просто конверсия лучше. Конверсия, то есть количество дозвонов и количество, ну, разговора с человеком лучше. Поэтому я сторонник того, чтобы все-таки не говорить эту заезженную фразу. Это если вы говорите незнакомым человеком. Если вы звоните своему знакомому, понятно, что это нормально, это уместно, вы спрашиваете, удобно говорить, там, может, там, за рулем едет или еще что-то. Поэтому все-таки вот такие вещи, стоит на это обращать внимание. Опять же, мое мнение. Вот, если есть какие-то... Я смотрю, собрался, наверное, что-то сказать. Гриш, я знаю... Нет, нет, я просто на всякий случай включил камеру, и когда ты вот так вот рукой начал махать, то опять звук у тебя пропадает, или ты что-то закрываешь в этот момент, или... Да, правильно. Вроде как тут у меня микрофон нормально. Гриш, вот ты говоришь, удобно ли тебе говорить, это если ты звонишь знакомому. Ну, я так понимаю, что сейчас ты незнакомым не звонишь. Ну, крайне редко. Ну, да, знакомым, если я звоню, то я говорю, удобно ли говорить. Ну, вот буквально сегодня, да, я звонил девочке, там, ну, вообще, не по Дуалайфу, просто по своим там делам. Говорю, удобно говорить. Она, ну, не совсем говорит, я вообще на работе сейчас, и, типа, говорит, ну, если что-то срочное, то скажи. Я говорю, нет, давай, будет время, набери. Ну, потом она перезвонила сама мне. Тут большое... Ну, иногда это, ну, знаешь, как по себе, да, вот, бывает реально чем-то занят, и тебе там не спрашивают, начинают что-то наваливать, наваливать, и ты понимаешь, что ты и его не хочешь слушать, и отвлекаешься от того, чем ты занимаешься. Тут просто очень важно, перед тем, как звонить человеку, понять суть, цель, вернее, вашего звонка. Когда вы звоните знакомому, он, в принципе, вас уже знает, да, и какое-то определенное мнение о вас есть. Поэтому тут надо понимать, что, ага, если вы человек, ну, вы нормально с человеком в хороших отношениях нормальных, да, у вас есть определенный авторитет в его, скажем так, глазах, то это абсолютно норма, да, то есть если вы скажете, удобно ли говорить. И вы можете, в принципе, продать, ну, в кавычках, продать встречу, да, продать встречу, допустим, в том же Zoom, или в соцсетях, или в Viber. Если вы звоните незнакомому человеку, то, скорее всего, ну, будет тяжелее намного его навстречу привлечь, да, поэтому тут цель должна быть чуть-чуть другая, да, вы должны, ну, мне кажется, когда вы звоните незнакомому человеку, вот мне очень часто звонят сетевики, и, ну, бывают такие периоды, прямо они начинают звонить весной, в начале весны, осенью так обострение, наверное, у всех прям так все активно работают. И вот люди звонят и иногда говорят, у меня для вас есть деловое предложение. Если вот прям логику включить, ну, мы с вами незнакомы, да, вот, то есть это значит, ну, ценность падает сразу же, то есть мне становится это неинтересно, потому что я подсознательно понимаю, что, в принципе, он всем это говорит, то есть если он ищет всех, абсолютно мне это неинтересно. Поэтому очень важно, когда вы человеку звоните, чтобы вы выделили, почему именно ему вы звоните. Поэтому большинство разговоров я бы рекомендовал сводить к тому, чтобы вы начинаете с, ну, во-первых, сразу же к сути, то есть вы не говорите там о птичках, там, о погоде и так далее, да, а вы переходите сразу к сути, потому что если не переходите сразу к сути, людей это раздражает и это не очень правильно. Поэтому нормально, если вы позвоните человеку и скажете, там, привет, Гриш, я звоню по делу, у тебя есть минута, да, то есть это норма, да, если вы с человеком как бы в нормальных отношениях. Поэтому сразу же к делу. У меня к тебе есть деловой разговор, мы можем с тобой встретиться в зуме, да, если там люди не знают, что такое зума, мы можем с тобой созвониться с видео в Вайбере, прямо сейчас, это вот в идеале, да. Если человек говорит да, тогда вы созваниваетесь и уже вы можете провести презентацию. Об этом, я думаю, мы поговорим в следующий раз, как ее правильно провести коротко и четко. Но суть в том, что вы должны четко понимать цель звонка. Не рассказать, чем вы занимаетесь, а что за бизнес, а что за продукты. Это большая ошибка, да, когда люди начинают звонить и получают вопросы, начинают на них отвечать. Очень классный пример, я недавно его услышал, когда новый автомобиль появляется в автосалоне, и большую ошибку делают менеджеры, когда они обзванивают своих клиентов, и они приглашают их на тест-драйв, да. Но многие задают вопросы, а что за двигатель у этого автомобиля, какая там коробка передач, и они начинают консультировать по телефону, и это большая ошибка. Потому что, если человек узнал ответы на свои вопросы, он подумает, о чем мне туда идти, в принципе, я все уже знаю. То же самое касается и нашего бизнеса. Если мы человеку начинаем отвечать на вопросы, рассказывать, что мы там работаем с европейской компанией, у нас продукты для здоровья, мы сейчас работаем онлайн, и у нас такие-то вебинары проходят. Это неправильно. То есть ваша задача человека зацепить, то есть дать ему какую-то такую вот интригу даже создать, да, чтобы человек захотел с вами встретиться. То есть встретиться онлайн, я имею в виду. Поэтому здорово, если вы позвоните, например, да, вы звоните своему человеку, там, старому знакомому, и говорите, привет, Гриша, я звоню по делу, есть минута, есть, да, окей. Мы можем с тобой встретиться ну, допустим, в Вайбере. Мы можем с тобой в Вайбере встретиться, созвониться с видео. Есть к тебе важный разговор. Ну, как бы, часто люди могут спросить там, а о чем разговор, скажи, пожалуйста, в двух словах. Тут очень важно не отвечать на вопросы, а сказать, слушай, у меня как бы, я не хочу, чтобы у тебя есть мнение, мы с тобой созвонимся, буквально займет 20 минут, да, я постараюсь после этого тебе ответить на все вопросы, и ты, по крайней мере, будешь обладать информацией. Если это подойдет тебе и мне, да, вернее, если тоже хорошо работает, когда вы забираете возможность, да, когда ты скажешь, слушай, посмотри, может быть, тебе не подойдет мое предложение, может быть, ты не подойдешь нам. После разговора 20 минут все будет понятно. По крайней мере, мы, ты будешь владеть информацией, я буду понимать, что я пошел дальше. Ну, то есть какие-то обычные слова, ничего не стоит бояться, там, говорить людям, что, возможно, вы мне не подойдете. Это нормально, абсолютно, то есть тут нужен определенный навык. Вот. На самом деле шаблоны звонков мы сбросим в чат, они есть, они уже опробированы много-много раз, они работают, и шаблон – это такой скелет, по которому не стоит прямо дословно стараться его четко придерживать. Поговорите своими словами, говорите так, как вы общаетесь со своим знакомым, если вы звоните своему знакомому, да. Вот. Но шаблон нужен для того, чтобы вас не понесло в сторону, чтобы вы понимали, что ваш разговор – задача его назначить встречу. Встречу онлайн или встречу там живую, карантин когда закончится. То есть основная задача не ответить на вопрос и не рассказать презентацию по телефону, а задача его – назначить встречу. Есть даже у нас навигатор FDO Life, да, в нашей системе обучения или ноль, или один. То есть мы или ничего не даем информации никакой, или полную информацию, но средней информации нет. Поэтому важно этим пользоваться. Что касается переписки. Вот как бы не банально это звучало, вот в переписке абсолютно все то же самое. Но есть определенные нюансы. Первое, чтобы я советовал говорить своими словами. Не заумными, знаете, вот сейчас уже людей так это стало, когда вы там «Добрый день, Григорий, у меня для вас есть важное предложение». Как-то официально, когда это звучит, людей это напрягает. Поэтому вот пишите так, как вы разговариваете. то есть обычным языком единственное, что есть, конечно, такие сбитые фразы, знаете, там, которые стоит избегать или как-то их поменять. Ну, например, «Доброго времени суток», да. Ну, это так уже звучит как-то. Вот не советую этим пользоваться, потому что, ну, не знаю, банально. То же самое, дополнительный доход. Но согласитесь, можно абсолютно по-другому это обыграть. Я часто, когда звоню, я спрашиваю, слушай, тебя интересует заработок помимо основной твоей работы. В принципе, это то же самое, что я бы сказал, тебя интересует дополнительный доход. Но люди абсолютно по-другому это уже воспринимают. То же самое и в переписке. Когда вы с человеком общаетесь, вы тоже можете по-другому написать. Что касается голосовых сообщений, да, очень классная функция. Я первый раз, когда услышал, мне рассказали, вернее, когда мне первый раз ответили голосом, меня, честно говоря, это немножко даже раздражало, но потом позже я понял, насколько это классно. Но тут, как и везде, должна быть какая-то золотая средина и нехороший тон, если вы человеку голосовое сообщение отправляете незнакомому, да, то есть, но это неправильно, поэтому нужно писать текстом сначала, а потом спросить у человека, то есть, это нормально, если вы спросите у человека, я могу отправить вам голосовое сообщение? Ну, во-первых, некоторых людей там не поддерживает телефон, или у него там мессенджер на ноутбуке там или на ПК, на котором там нет колонок, да, или микрофона. Вот, у некоторых там какая-то банальная устарелая телефон, и он не прослушивает. Некоторым просто неудобно прослушивать, да, потому что там по каким-то по разным причинам. Поэтому если человек говорит «да», отправляйте, если он говорит «нет», пишите текстом, то есть, не нужно прям, знаете, вот человека отталкивать. Окей, я напишу вам текстом, но чуть позже. То есть, тебе тоже нужно держать определенную осанку. Поэтому перед тем, как отправить голосовое сообщение, рекомендую написать сначала текстом, если человек отвечает, потом вы можете перейти на голосовые, это, знаете, уже как перейти на «ты». Это тоже хорошо, когда вы общаетесь на «вы», а потом на каком-то этапе, когда вы человеком созвонились, вы можете сказать, слушай, мы можем перейти на «ты». Окей, на «ты». Это уже определенное сближение, это тоже такой хороший прием, который стоит пользоваться. Когда вы переписываетесь с человеком, вы можете перейти на голосовое сообщение, я так часто делаю, если человек отвечает тоже голосом, это супер. У меня, допустим, недавно подписалась девочка с Москвы, с которой мы, в принципе, мы сначала переписывались, потом голосовое сообщение, и я попытался вызвать, ну, скажем так, договориться на созвон, она попросила, чтобы пока нет. Мы можем просто текстом, окей, все, мы можем текстом, да, она в итоге подписалась, мы с ней ни разу не созванивались, вот мы голосовыми только общались. Это нормально абсолютно, у нас таких много есть уже, которые подписались, и мы с ними лично не общались, не созванивались. Хотя вот даже два года назад это было бы вообще не норма, вот честно вам скажу. Ну, то есть таких примеров, ну, практически никогда у нас не было. Сейчас они есть, и их становится все больше, больше и больше. Я уверен, что если бы мы общались в кругу там 20 лет плюс-минус, да, то таких бы примеров было, наверное, большинство, потому что люди все-таки, они больше общаются с переписками, в мессенджерах. Да, голосовые сообщения это тоже классно, но все-таки это не звонки, голосовые сообщения очень удобно в том плане, что вы, ну, это не обязывает вас именно сейчас взять трубку и ответить. Вы можете прослушать, позже ответить. Опять же, важные вещи, такие как адрес, имейл, там, время, во сколько вебинар не стоит говорить в голосовом сообщении, стоит писать текстом, да, или какую-то важную информацию, которую вы можете потом в поиске поискать, тоже стоит говорить текстом. Какие делают ошибки иногда, ну, очень часто делают ошибки люди, которые переписываются. Очень часто мы написали какую-то фразу утверждения, и мы не заканчиваем вопросом. Если фразу вы пишете, желательно закончить ее вопросом, чтобы человек, ну, просто ему, как бы, неудобно было не ответить. Поэтому важно заканчивать каждую фразу вопросом. Первое. Второе, если вам человек не ответил, иногда мы думаем, вот, иногда, как бы, это, ну, многие люди не переписываются, потому что они думают, вот, если человек не ответил, все, значит, я его напрягаю, значит, это как-то, ну, не очень комфортно, и это затягивается порой на неделю, иногда на месяцы, и это не конкретно. Вот, согласен абсолютно, мне тоже больше нравится поговорить по телефону сразу же все решить, но в идеале человеком вы переписываетесь и потом выводите его все-таки на звонок. Это будет намного эффективнее, чем вы просто сразу человеку позвоните. Опять же, я это все подразумеваю, само собой, что если вы переписываетесь, допустим, в Инстаграме или в Фейсбуке о том, что ваш Инстаграм нормально выглядит, вы там с хорошей аватаркой, у вас заполнена шапка профиля нормально заполнила, у вас качественные фотографии там, где вы на этих фотографиях, они бутылки с продуктами или какие-то кошечки, то есть это само собой разумеется, потому что вот недавно был вебинар с блогерами, да, и когда им задавали вопросы, вот как, как привлечь блогера, да, и большинство, ну, все, в принципе, ответили о том, что, когда мне что-то пишут, я захожу на страничку и смотрю, кто это пишет, и если мне человек как бы не очень привлекателен, я ему даже не отвечаю, поэтому, если вы хотите переписываться в соцсетях, если это мессенджеры, да, как правило, в мессенджерах ну, тоже есть, там, в том же Телеграме там много можно поставить аватарок, в том же, там, в Вайбере, в Украине популярен Вайбер, там, одна аватарка, но все-таки должна быть качественная фотография, желательно, чтобы это была портретная фотка, а не где-то вы издалека, чтобы видно было вас, да, это больше доверия, ну, то есть, чтобы человек понимал, что, ну, это нормально, адекватный человек, да, деловой, поэтому, тут, конечно, нужны определенные навыки, вы должны переписываться и, ну, короче, опыт нужен, но важно понимать, что нужно идти до конца, если вам человек не ответил, напомните ему на следующий раз, попробуйте там, ему написать там через неделю, если он вам не ответил снова, да, на следующий день, попробуйте написать через неделю, да, вы можете написать там, мы с вами общались, разговор зашел в тупик или там, мы остановились на том-то, том-то, что вы решили, да, то есть, вот сейчас, когда мы слушали Ксюху, она вначале сказала, да, что я позвонила там человеку, с которым мы общались, то есть, она его встряхнула немножко, да, немножко его замотивировало, да, и если человек не перешел на следующий этап, то есть, события, он не пришел там на вебинар на наш, да, или мы не продали встречу, продали в кавычках, да, встречу с нашим спонсором, с нашим наставником, таких людей, очень часто мы их оставляем и они теряются, и потом они очень часто могут оказаться где-то в другой структуре, кто-то другой их пригласил, да, и просто мы иногда забываем про этих людей, поэтому очень важно вести у себя список, да, вести у себя список людей, которым вы что-то написали, вы что-то обсудили, пригласить, вовремя поставить напоминалку, пригласить того-то, того-то на такой-то вебинар, позвонить ему, когда есть какой-то инфоповод, то есть, если вы с человеком уже общались в переписке, это нормально, если вы уже перезвоните, он уже вас знает, но опять же, если вы потерялись там на год, ну, не стоит тогда расстраиваться, что этот человек где-то может подписаться в другую структуру, да, потому что там, ну, ему было подходящее время, ему что-то предложили, вот, тоже очень важно в соцсетях, ну, допустим, взять тот же Инстаграм, да, у нас, как правило, там какое-то количество подписчиков, но они не все, далеко не все нас видят, да, и не все видят наши посты, наши сторисы, поэтому очень важно напоминать там о себе, да, то есть, вы можете там зайти прокомментировать, зайти пролайкать, вы можете написать в личку человеку, дождаться ответа, не стоит писать сразу же в личку, там, предложение вот такое, да, люди не читают такие лонгдриды, да, то есть, вам нужно написать там короткое, допустим, одно-два предложения и дождаться ответа, когда человек ответил, помните, да, вопросом заканчивает, тогда вы уже пишите следующее, не стоит скидывать сразу же человеку какие-то ссылки, да, то есть, если он вам не ответил, это тоже большая ошибка, да, вы сразу же человеку, слушай, я занимаюсь таким классным бизнесом, у нас такие классные продукты, это все вот сразу же, не дождавшись реакции, вы человеку отправляете, и он не открывает даже, потому что он боится. Это уже считается как спам. Поэтому нормально, если вы напишете человеку там привет, дождитесь, когда он скажет привет, если вы видите, что он в сети, и тогда вы уже сможете дальше перейти. Ребята, у меня тут, короче, заканчивается время. Этот злощадный злощадный хочет с меня 15 баксов, получит. Давайте мы сейчас еще раз зайдем в эту же ссылку и обсудим вот все, что я сказал, обсудим некоторые нюансы. Хорошо, я хочу тоже вас услышать. И кое-какие вещи скажу, что касается Инстаграма. Хорошо? Окей. Хочу подытожить как бы мысли все. Нет, честно скажу, если бы я готовил там какие-то слайды по этому поводу, у нас есть слайды там по приглашению, но тут такое спонтанно, просто хотел с вами поделиться определенными мыслями. Очень часто мы, ну, как бы тормозим тебя, потому что мы там не уверены, стоит это делать или не стоит. По себе знаю, что есть люди, которым я собираюсь там позвонить, но чуть позже, потому что там по каким-то причинам, ну, может быть, я буду там в городе, или как-то там я, ну, короче, человеком буду контактировать. Вот. Но лучше написать сейчас, и потом у вас останется, по крайней мере, какой-то определенный фон, то есть вы уже будете человеком на связи. Потом вы можете вернуться к этому разговору всегда. Чем вы просто ждете, ждете, а потом кто-то другой, в принципе, может человека пригласить в бизнес, и он реально скажет, слушай, ну что, что мне не рассказал? Мы иногда думаем, что люди наши знают, чем мы занимаемся, да? Там, в соцсетях видят и так далее. Вот поверьте, мы настолько, как бы, много в соцсетях всего говорим, но с большинства людьми, с которыми я общаюсь, они реально думают, что я занимаюсь какими-то тренингами. Вот. Кто-то считает, что я какой-то там, ну, какой-то пирамиде, что-то там постоянно людей, ну, то есть я какой-то нехорошей деятельностью занимаюсь. Есть такие люди, есть такие люди, которые думают, что мы организовываем какие-то поездки за границу, в Польше в частности. То есть люди увидели какую-то, ну, там, что-то и сделали вывод определенный. Поэтому очень многим, которым я звоню, они говорят, ну, в принципе, мне было интересно, да, чем ты занимаешься. Ну, как-то я, когда я спрашиваю, а почему ты там сам не позвонил? Ну, как-то неудобно. Многие не понимают, что мы готовы работать с людьми, да, то есть мы приглашаем людей, хотя у нас много призывов к действию, там, напиши там в личку, если тебе интересно. Все равно люди не пишут. Поэтому важно не ждать, пока к вам люди придут. Важно транслировать, да, определенный, ну, скажем так, стиль жизни и транслировать, чтобы люди знали, чем вы занимаетесь. Но это будет работать для тех людей, с которыми вы уже пообщались, вы уже дали им информацию, и они просто наблюдают за вами. Таких людей будет много, которые будут наблюдать, и, возможно, через год, возможно, там кто-то раньше, кто-то позже придут к вам в бизнес. Но они уже, по крайней мере, будут понимать, чем вы занимаетесь. Поэтому первая основа, да, мы должны все-таки написать список. Как бы там кто… Сейчас в интернете очень много таких, знаете, инфобизнесменов, которые давят на эту боль. Ну, как бы любая реклама, любая презентация, она как бы начинается с того, что нужно раскрыть боль, да. Сейчас, секундочку. А болью для многих является список. И очень часто люди там дают такую рекламу. Если ты не хочешь писать список, не хочешь звонить знакомым, то вот у меня для вас есть классная новость. У нас классная система. Как правило, это люди, которые ищут сетевиков, чтобы их подключить к себе в команду. Поэтому такие вещи, они работают для них. Но по факту все равно, когда вы приходите, вы понимаете, что вам нужно делать одну и ту же работу. Очень много есть инструментов в интернете, да, которыми можно пользоваться. Но суть всегда остается одна. Инструменты, они всегда меняются. Интернет очень быстро меняется. Появляются воронки продаж, туннели продаж, там различные чат-боты и так далее. Но это все настолько быстро меняется, технологии. Но суть всегда остается одна и та же, да. Вы должны дать большому количеству людей информацию о вашем бизнесе. И часть людей это примут, станут клиентами. Часть людей это примут, станут вашими партнерами. Часто клиенты могут стать партнерами. Но большинство людей это не примут. И это нужно понимать, что большинство людей не будут в нашем бизнесе, да, так же, как и в других бизнесах. Поэтому нужно дать информацию в идеале, когда вы найдете свою целевую аудиторию, да. Как правило, это люди, которые такие, как и вы. И вы будете писать для таких людей. Это более четко. Но основная задача, что вы должны дать информацию, и эти люди будут следить за вами. Но не ждите, что люди будут сами к вам писать. Такие будут, но таких будет мало. И это нужно действительно на большой поток людей. Да. Мы сейчас там тестируем рекламу там контекстную. Но, опять же, я вижу, что это все стоит, ну, как бы, немало денег. И для новичка это не работает. Поэтому нужно начинать, как бы, со снов. Да, нужно заниматься своим инстаграмом. Мы там по ютубу общались недавно. Нужно заниматься какими-то такими вещами. Но нужно понимать основу. Основа – это количество новых контактов в день. Звонков или переписок. Поэтому, если вы не делаете там пять новых контактов каждый день, ну, вообще, вы не занимаетесь ничем. Да, то есть, в идеале делать там 20-30. То есть, кто-то делает звонки, вот как Ксюша, да, допустим, ей нравится, звонит, даже не знакомый. Кто-то делает переписки. Кому что больше нравится? У нас, допустим, там есть Алла Захаренко, которая когда-то просто поотправляла сообщение, там 130 человек, по-моему, и собрала, если я не ошибаюсь, там у себя в Никополе, ну, какое-то количество людей. Не так много, там, человек 12-15 собралось. Конверсия хуже, чем если бы она сделала эти звонки. Но, опять же, все можно улучшать. Поэтому я сторонник того, чтобы сначала написать и потом вывести на звонок. То есть, у нас поэтапно. Сначала мы переписываемся, потом берем номер телефона, если у нас его нет. Мы созваниваемся, договоримся на время, когда мы созваниваемся, да. После того, как мы созвонились по телефону, мы договоримся на встречу, презентацию, в идеале, чтобы это были не вы сами, а чтобы это был ваш наставник. Если вы уже человек опытный, вы можете и сами провести ее, да. Но следующим этапом будет как раз встреча с вашим наставником. И тут очень большая ошибка. Недавно я ее сделал, всем рассказывал, а сам ее сделал. Сейчас вам расскажу короткую историю. Есть человек, с которым я много лет уже знаком. Я ему когда-то предлагал LR, когда мы были в LR. Он в ивент-бизнесе, да. В принципе, неплохие деньги зарабатывал. Но когда мы с ним пообщались по поводу DoLife, я думал, что, в принципе, достаточно меня. Я не стал ему как бы продавать, в кавычках, да, то есть промотировать своего спонсора, да, там, Александра Козулина, который там, ну, я понимаю, что он занят, у него очень много работы. Но я сделал огромную ошибку, потому что была другая девочка, которая общалась с его женой. И эта девочка, она просто продала эту встречу, ну, договорилась с Козулиным, они пообщались, Козулин сделал свою работу, он сделал промоушен этой девочке, да, ну, то есть, понятно, она же пригласила, да, и он как бы не знал даже, что там я есть. Поэтому он сделал промоушен и как бы сделал свою работу, закрыл сделку, так сказать, и он зарегистрировался к ней, да, то есть я таким образом с собой закрыл бизнес. А если бы я сказал, Женя, я работаю в самой крутой команде, которая есть, в принципе, на русскоязычном пространстве, я тебя могу познакомить там с Александром Еремчуком, это мужик, который там делал 200, у него была структура 250 тысяч человек, он был там человек номер один в Восточной Европе, он сейчас на уровне директора, в Украине самый крутой уровень, да. Я могу тебя познакомить с человеком, который в Польше, он более молодой, он нашего возраста, да, но он уже делает очень крутые результаты, и это просто человек, который обучается на международных семинарах. Давай я с тобой организую встречу, мы поговорим буквально полчаса, я уверен, что это будет для тебя полезно, да. И, в принципе, таким образом, я человека, вот забирая вот эти все сомнения, знаете, ну, многие же хотят там подключиться куда-то повыше, их чищат какого-то лидера, да, они думают зачастую, что вот лидер за них сделает работу, и им больше повезет, если они подключатся куда-то там как можно выше. Опять же, это все очень условно, зачастую это далеко не так, но, тем не менее, вот чтобы этого не было, нужно правильно делать промоушен своей спонсорской линии. Ну, как бы вот я сделал такую ошибку, и вот получил результат. Человек подключился не ко мне. Такое бывает. То же самое, допустим, у Вики, да, Вика общалась со своей подружкой два года назад, когда мы только начинали доу-лайп, в то время она сказала нет-нет-нет, вот она там такая известная медийная, сейчас ее подключает одна из блогеров, ну, вот так получилось, да, потому что они там вместе где-то тусили, и она ее подключила. Опять же, тут не нужно думать, что всем вы понравитесь, все вас захотят слушать, и все будут подключаться именно к вам. Хочу услышать вас, ребят, давайте включим камеры, микрофоны, что думаете по поводу... Кстати, скажите, кому как комфортнее? Кому комфортнее переписываться, а кому комфортнее созваниваться? Потому что, допустим, мне комфортнее созваниваться, честно скажу, и для меня это вот иногда вот даже немножко так подбешивает, когда мне нужно с человеком переписываться. То есть я перехожу на голосовые, стараюсь. Ну, допустим, Вика моя, она с удовольствием переписывается, ее наоборот, ну, как-то ей больше нравится. Скажите, вот кому как? Ну, мне трудно представить, как можно в переписке рассказать человеку там о нашем бизнесе, понимаешь? Можно заебаться писать, извиняюсь за выражение. Гриша, я согласен с тобой на все 150 процентов, Гриш. Но при этом вот мне одна девочка написала в Инстаграм, и это еще было до этого карантина, да? Написала там сама, здрасте там, я хочу в команду, ра-та-та, я говорю, супер, говорю, откуда ты, она есть в Днепре, а я говорю, ну, класс, давай, увидимся, кофе попьем и пообщаемся, все, познакомимся. Она говорит, сейчас, типа, много времени там, ну, она действительно там по Инстаграму видно, что с ребенком занимается, на всякие секции водит ее там, девочка занимается танцами профессионально. И она говорит, сейчас времени, типа, нет, говорит, давай там, ну, ближе, не помню, к концу месяца, да, спишемся. И она говорит, я думала, что можно будет попереписываться и все, я говорю, ну, я уже, знаешь, думаю, ну, ладно, если она хочет переписываться, я говорю, окей, давай попереписываемся, говорю, для меня это не проблема, просто думал, что раз мы в одном городе, то было бы разумно и познакомиться. Она говорит, не, не, все окей, давай, типа, увидимся, я не против, но к концу месяца. Ну, и потом к концу месяца там карантин, туда-сюда, и потом я ей уже сам написал, что, слушай, ты хотела, сейчас, наверное, карантин, у тебя больше времени уже, ребенка не надо никуда водить, да, я понял, что у меня камера выключена, никуда водить. И этот, и, ну, и уже ответ я, честно говоря, от нее не получил никакой. Хотя, вроде как, человек, да, изначально сам, изначально сам обратился. Тут, мне кажется, вывод классный, да, нужно как можно скорее реагировать, да, то есть как можно быстрее отвечать, потому что очень часто, это, кстати, вот в интернет-магазинах, да, прям, вот как многие пытаются, ну, короче, скорость, темп сейчас настолько быстрая, что те люди, которые быстрее реагируют, те всегда в плюсе, поэтому нам нужно стараться, чтобы мы, знаете, не выпадали там с соцсетей надолго, да, потому что если человек там не отвечает на следующий день, это в интернете, это неприемлемо, да, нужно отвечать моментально как можно скорее. Поэтому согласен. У меня тоже такие есть примеры, когда я пытался человеком вывести его, ну, на самом деле это дискомфорт для человека. Иногда мне жалко таких людей, я так думаю, я думаю, блин, ну ты ж, наверное, такая закомплексованная, если ты не можешь даже поговорить по телефону, давай раздуплись, давай наоборот, мы сейчас тебя выведем на следующий уровень. Это я так думаю. Она думает совсем по-другому. Она думает, какой-то чувак хочет со мной поговорить, а еще и встретиться, еще он какой-то нерусский. Хрен его знает, что у него там в голове. Поэтому, понимаешь, тут надо, короче, как-то быть гибкими, лояльными. Я думаю, что нужно, ну, пытаться по-всякому, чтобы мы не теряли людей. У кого еще есть какой-то опыт, расскажи? Я могу сказать лично о себе. Вот я как раз из тех людей, которые люблю переписываться, либо отвечать голосовыми. Почему? Все связано с тем, что ритм жизни не позволяет долго разговаривать с кем-то по телефону. Так как я еду на работе в метро, мне неудобно. Я, например, нахожусь на работе, да, у меня есть минутка, когда я могу написать, но нет там 10 минут, когда я могу говорить по телефону. И мне удобнее отвечать там голосовыми и удобнее читать или слушать тогда, когда мне удобно по моему времени. Вот. И хочу ответить Григорию по поводу того, что если бы, к примеру, мне незнакомый человек бы сказал, давай встретимся, попьем с тобой кофе, там что-то обсудим, я бы, наверное, тоже с ним больше не связалась. Потому что я бы это по-другому бы себе представляла, так как я девушка замужная, думаю, блин, мне какой-то чужой мужик, говорит, давай с тобой выпьем кофе, что-то там обсудим. Я вообще бы, ну, в жизни не пошла бы навстречу, не знаю этого человека, не знаю, чем это обернется и так далее. Ну, это просто мое субъективное мнение. Поэтому вот так. Может быть, поэтому эта девушка больше и не стала общаться. Потому что, ну, вот так вот мужчина едет. Да, допускаю, ну, как бы любой сценарий, да, что она там. Ты же понимаешь, мы каждый мыслим, исходя из того места, где мы сами находимся, да, условно. И мы, вот тут нас немного, но я думаю, что каждый из нас все равно чуть-чуть по-своему, да, мыслит. А я, наоборот, смотрю там ее Инстаграм, ну, нормальная, ну, современная девушка уже, ну, так, взрослая, да. Ну, как бы она видит из моего Инстаграма, что у меня тоже семья, ребенок, и я там, ну, часто делаю какие-то посты про ребенка. Ну, то есть, ну, по моему Инстаграму не скажешь, что я там вроде как гулящий чувак, который там ищет только телочек, знаешь, в интернете. Но это моя история, ну, в моей голове, да, условно. А, ну, действительно, у человека по ту сторону, ну, мы же не можем знать, как это выглядит. Но для меня это был опыт. Опыт и урок. Ну, главное, что всего, как бы, извлекать уроки. Конечно, я сейчас думаю, да, ну, блин, я бы уже бы и попереписывался, ну, не так уж я бы прям стиль на пальце стер, да, вот. Но... Ты как раз занятый, да, прям. Да, но с другой стороны, там, ну, рассказать о софт-маркетинге в переписке, ну, все-таки это... Нет, если человек дает свое согласие на том, что ему это интересно, допустим, да, там, меня это заинтересовало, я хочу узнать подробнее, и тогда можно, там, голосовое, или, там, вот Сергей правильно говорит, что стоит спросить, могу ли я тебе прислать голосовое и объяснить более подробно. И, конечно, человек скажет на это да. Ну, мне кажется, да. Я бы лично так бы тоже ответила, что если бы я разбиралась в какой-то теме, и она была бы мне интересна, я бы захотела узнать подробнее, захотела бы больше информации. И мне бы человек, там, голосовым, или как уже было бы удобно мне, пообщались мы и так далее, уже как-то бы строили что-то. Поэтому, мне кажется, правильнее сначала, наверное, написать, заинтересовать, сделать эту интригу. Если человек заинтересуется и дает свою обратную связь, все, тогда уже можно завлекать какие-то другие, там, не знаю, звонки, голосовые и так далее. Ну, это все индивидуально, конечно. Мне кажется, люди, которые более старого поколения, ну как, не имею в виду старые, именно взрослого поколения, они любят именно разговаривать, по телефону общаться. У меня муж такой, хотя мы с ним ровесники, он ненавидит переписываться. Вот мы с ним вообще противоположны в этом. Он ненавидит переписки. Он говорит, мне проще человеку позвонить, услышать его голос, услышать сразу его реакцию, что он мне ответит, все обсудить, все и сразу, и не тянуть, не растягивать это на целый день. Вот он из таких людей. Я наоборот, я больше люблю там, когда мне удобно, я послушаю, я отвечу, то есть это все индивидуально абсолютно. Поэтому каждому индивидуальный подход нужен. Сколько вам лет? Мне 26. 26. Ну вот как бы пример, да, я думаю, очень яркий, потому что, видишь, мужу нужно звонить, жене нужно переписываться, да, бывает наоборот. Вот так вот, да. Как бы... Оказывается, не от возраста это зависит. Да, и не от возраста. Нет возраста. То есть нужно просто быть гибким, да, и так, и так. И иногда, я просто по себе знаю, да, и иногда просто человека пытаюсь вывести сразу же на разговор, когда мне пишут, и я таким образом теряю человека, да, хотя я себе ему отвечал текстом, а потом, может быть, вышел на более комфортное голосовое, там, да, сообщение, то, может быть, я бы этого человека не потерял. Поэтому нам нужно быть такими, готовыми и так, и так общаться с людьми. И это тоже правильно. Хотя, честно скажу, я тоже такой, что нужно созвониться, обсудить и сразу же не откладывать в долгий ящик. В общем, все методы имеют право на существование, и поэтому... Я думаю, что тут главное действовать, знаешь... Да, главное действовать, верно. Да, вот... И, наверное, сегодня глупо отказываться от какого-либо из этих методов, потому что они все применимы, и... Ну, наша задача, сегодня задача всего мира, а весь мир что-то продает, да, это первая задача быть клиентоориентированным. Да. И, ну, как бы, да, действительно, ну, там, может быть, мой бог... Тут, знаешь, как бы, трудно думать, это был мой бог, не бог, там, может быть, она бы и потом и в переписке, да, где-то эта тёлка пропала бы. Ну, это сейчас вообще не суть, да, об этом, не об этом речь. Потому что, если надо переписываться, надо... Нам надо, ну, как профессионалы, наверное, если мы хотим быть профессионалами, овладеть всеми навыками. И перепиской, и разговором, и... Ну, то есть, и в том же Zoom уметь общаться, да, или в Viber, по видеосвязи, не шарахаться этого. Ну, наверное, так. Хочу поделиться одной интересной мыслью, которую я, в принципе, давно знал, но как-то не внедрял, и хочу сейчас внедрить у себя в Фейсбуке, когда мы, ну, допустим, человек на нас подписывается, это значит, что, в принципе, мы ему интересны, правильно? Это такой момент, когда мы ему можем что-то интересное предложить. Потом, когда он на нас подписался, пройдет там неделя-две, может быть, он уже не видит наши посты, да, может, он не видит уже там наши сторисы, поэтому классный момент, если человек подписался, и мы сразу же ему пишем какое-то сообщение, да, очень часто есть такие сервисы, которые там автоматически в Инстаграме отправляют, ну, такой автоответчик как бы, да, но эти сервисы, они, ну, во-первых, они платные всегда, во-вторых, они, я не знаю таких сервисов для Фейсбука, почему, прошу про Фейсбук, потому что у меня в Фейсбуке очень много людей подписывается, да, в отличие от Инстаграма, может, я не особо интересен, может, я старик уже, знаешь, для Инстаграма, но суть в том, что в Фейсбуке много таких людей, я хочу найти автоответчик, но я понимаю, что я сам себя сейчас придумываю отмазки, потому что очень несложно зайти вручную человека, я же вижу, кто подписался, ему написать вручную, да, Инстаграм позволяет там в день 15 человек писать, но если мы хотя бы 10 будем писать, это уже будет что-то, это будет намного лучше, чем никому не писать, и опять же, какие есть информации по этому поводу, большинство людей, знаете, как пишут, вот человек подписался, ему присылается сообщение, там, спасибо, что вы подписались, если вам будет интересна тема, там, грубо говоря, чем я занимаюсь, то можете обратиться мне по такому-то номеру телефона, да, или напишите мне там директ, вот, или же там можно прикрепить, бывает, туда прикреплять какой-то пост, я так делал тоже, да, в этом, ну, в этом посте я рассказывал, чем я занимаюсь, какие там есть возможности в нашем клубе, но, человек это открыл, у него нету ни дедлайна, то есть он как бы не понимает, что, да когда это действительно, никакой заманухи нет, поэтому было бы намного лучше, если бы я человеку, во-первых, его поприветствовал как-то необычно, там, допустим, там, привет, ну, то есть обычными словами, да, мне добрый день с вами, там, Сергей Мартынец, да, привет, там, рад, что ты подписалась, да, то есть классно, если это индивидуализировано, то есть я там скажу привет, Аня, классно, что ты подписалась, или я там прыгаю до неба за то, что ты стала моим подписчиком, или как-то, ну, вот что-то такое оригинальное, чтобы это запоминалось, во-первых, во-вторых, если я предложу сразу же что-то, что я могу предложить, но индивидуально, например, я рад, что ты подписалась, у меня есть к тебе, у меня для тебя есть специальное предложение, это 15% скидки на весь ассортимент, эта скидка действует до конца недели, я могу даже написать, допустим, я могу сделать тебе скидку на мою кровь, или же день-ночь, ну, то есть мою кровь, допустим, не все подходят, а на мою кровь или день-ночь, это вот, кстати, классно будет, вот, Ань, для твоей странички, которая вот чисто по продукту, да, у многих есть какая-то страничка. Да, я думаю, что я прям завтра начну это применять, классная идея. И когда ты человека ограничиваешь, в том плане, что, смотри, он на тебя подписался, ему интересно, да, ты ему даешь скидку 15%, на самом деле, мы абсолютно никак не потеряем, потому что, когда мы человека подписываем, он уже получает 15% скидку, или же, мы его можем даже с одним продуктом подписать, как привилегированного клиента, это тоже 15% скидка. Поэтому мы здесь ничего своего не теряем, то есть мы обещаем 15% скидку, но мы делаем ограничения, мы объясняем почему. Например, я это делал так, я писал, что мне достались бонусные продукты, поэтому я могу их продать со скидкой. То есть я человека не обманываю, я придаю какую-то определенную ценность, и я ограничиваю там. Это действительно там до конца недели, или в течение трех дней, и вот такой вот скидку ты можешь получить. По крайней мере, это уже как-то человека зацепит, и большая часть людей, конечно, все равно, скорее всего, не ответят, пройдут мимо, но намного больше людей останется в таком случае и что-то ответит. Поэтому я думаю, это нужно тестировать, я хочу потестировать это с Facebook, и с Instagram тоже, я думаю, это должно работать. То есть наша задача человека вывести на разговор, правильно? Можно придумать, надо подумать, можно придумать какой-то код. У нас когда-то в Daolife были такие, помнишь, Гриш, такие коды, как бы, да, на скидку, но потом что-то их убрали, ну, типа, как промокоды. Промокод, так, по-моему, они где-то и есть до сих пор, нет? Ну, можно подумать, можно сделать какой-то там, грубый, Можно свой придумать. Свой придумать, какой-то промокод, и сказать, что вот у тебя промокод, он действительно там до такого-то числа, в этом промокоду ты можешь купить там продукты с какой-то скидкой. 15% скидка, да, для человека уже это будет, ну, 15% это нормально, но с другой стороны мы ничего абсолютно не теряем. Так, еще какие мысли есть еще? Поделитесь своими. На самом деле, вывод, я думаю, самый, самый простой вывод, да, который напрашивается, это то, что нужно просто, нужно понимать статистику, нужно количество, вот и все. То есть, если у нас будет в день, там, 15, допустим, да, Instagram позволяет 15 сообщений отправить в день, да, может не стоит резко, чтобы он там не заблокировал, мало ли. Если вы напишите там 10 сообщений в Instagram кому-то, да, если это знакомые люди, супер, они вас, скорее всего, не заблокируют. Потом вы напишите там, допустим, три комментария в каких-то профильных темах, профильных, я имею в виду, допустим, ну, если вы пишете со странички там продуктовой, да, если у вас страница продуктово ориентирована, вы можете заходить на каких-то людей, которые там с нашим продуктом работают, не с нашим, а с похожим, там, ЗОЖ, там, БАДы, сейчас очень много нутрициологов, очень много людей, которые с этим связаны. И комментировать там, только не плюсики ставить, а какой-то такой комментарий, который может быть даже интригующий, может быть какой-то, ну, такой профильный, то есть, чтобы человек понимал, что, а, вы в чем-то разбираетесь. И часть людей будет переходить и подписываться на вас. И этих людей вы можете уже конвертировать в своих клиентов или же в бизнес-партнеров. Поэтому, как минимум, такой план должен быть. Допустим, один пост там, ну, кто как пишет. Пост там один, пусть в три дня, лучше каждый день, конечно, ну, пусть в три, один пост в два-три дня, плюс каждый день там 5-6 сторис, минимум 5-6, да, лучше и больше, плюс каждый день несколько комментариев в таких людей там, у которых есть ваша аудитория, плюс каждый день там 10 сообщений новым людям. Это будет уже, вот если так поработать, это даже вот в Инстаграме, даст определенный результат, я уверен, в этом на 150%. То же самое касается и Фейсбука. Фейсбук более такой взрослый, более деловой, наверное, хотя, как бы, большинство людей все-таки в Инстаграме, но особенно молодежи. что еще хочу сказать, очень важно, очень важно, когда люди к нам все-таки присоединяются, все равно контакт с людьми должен быть, то есть, если человек уже к нам подписался, желательно с ним пообщаться, да, ну, в идеале провести стартовый тренинг, ну, как бы стартовый тренинг для людей, которые стартуют в бизнес, да, но люди иногда подписываются, они там хотят попробовать продукт, они хотят там понаблюдать, поэтому с ними нужно пообщаться и узнать их ожидания, чего они ожидают, что они хотят от продукта, да, если им продукт нужен, если они хотят в бизнес попробовать, узнать, что они хотят от бизнеса, что они планируют делать, могу ли я тебе помочь, как я могу помочь, да, потому что у нас очень много разных направлений, там, и вебинары, и какие-то там, тот же навигатор 10 шагов, да, и сейчас там готовится онлайн-система. Ну, куча всего, и большинство людей, у них просто каша. А важно вот первый месяц особенно, когда человек подключился к вам, уделите максимальное внимание, да, то есть постараться помочь, и вот просто потом через месяц уже будет ну, не так актуально. Поэтому важно вот быть на связи. Когда говорю, так много воды пью, надо почаще говорить, наверное. Короче, мы все абсолютно разные. Ксюха вон с огорода звонила холодным. Я надеюсь, будет результат, потом обязательно поделишься, да? Я тоже надеюсь. Вообще некомфортно звонить, она переписывается, и ее это полностью устраивает. Я уверен, что таких людей сейчас очень много. Вот нас, Гриша, немножко это подбешивает, но мы понимаем, что надо быть клиента ориентированным. Что ты говоришь, Вик? Вика мстит мне. Вас это подбешивает, но вы к этому пришли, потому что она мне об этом говорила уже очень давно, но я сопротивлялся. Вот, она сейчас не показывает, что у нее там днем и ночью сидел бы в кафе, сидел бы днем и ночью, и с людьми кофе пил бы и болтал бы вживую. Я и так кофе много пью, а так хоть бы людей бы видел. Привет! Привет! У меня просто марафон. Видите, какая я разваленная? Да, да, синий. Ужасно! Видно, синий глаза. Фината так близко, не пугай людей. Страшно. Ну, извините. Такая есть, такая есть. Я все равно что слышу, я же сижу рядом. Она рядом сидит тут. Хотите, покажу вам? Вы просто приколитесь, посмотрите. Какой я сделал софтбокс? А, ну, из чего ты сделал? Из коротки Дуалайс. Короче, она тут записывает что-то. Гений, Сережа. Просто гений. Смотри, Гриш. Вот тут настолько... Тебе надо работать в этом. В нашем КБ Южно. Ты бы там придумал новый элемент. Посмотри. Короче, я взял марлю. Вот так накрыл, чтобы был свет. А, крутой ты, крутой. Мне кажется, что в нашем КБ так и придумывают. Думают, а давай сейчас на новый троллейбус вот так марлю прицепим, он поедет. Потом у нас такие троллейбусы. Но свет прикольный. Ну, видишь, он такой рассеянный, то есть нормально. Короче, делюсь лайфхаком. Все, ребят, давайте тогда заканчивать. Рад был всех видеть. У нас каждый день какие-то вебинары, но все-таки так надо собираться, потому что эти вебинары, они как бы такие, ну, массово, а так пообщаться, это нужно. Раньше до карантина мы как-то это делали, да, а потом с этим карантином столько вебинаров, столько всего, что мы как-то перестали. И в живую мы не встречаемся, как раньше, и в зуме тоже не встречаемся. Все, в следующий раз будем говорить о том, как мы проводим презентацию, что мы с людьми, о чем мы говорим. Да, я думаю, вот Гриша поделится своим опытом, он красавчик в этом деле. Ну, я думаю, что у нас будет точно... Он в этот раз будет на чай всех приглашать. Да, хорошо. Что-то придумал. Всем пока-пока. 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 Пока-пока.